А сегодня мы детальнее рассмотрим творчество группы «Мумий Тролль» во главе с ее бессменным лидером Ильей Логутенко. Группа на сегодняшний день приобрела поистине легендарный статус. Комсомольская правда назвала их десятой по влиятельности группой за всю историю отечественного рока. «Мумий Тролль» упоминается даже в российском учебнике истории для девятых классов в разделе «Духовная жизнь» как родоначальник совершенно иной музыкальной молодежной культуры. Ну а нам предстоит выяснить, откуда же эти родоначальники черпали свое вдохновение. Даже не стану акцентировать внимание на том, что свой внешний облик Илья практически скопировал с Джервиса Кокера. Это не столь важно. Стиль он и есть стиль. А вот что касается музыки, тут все интереснее. Группу Electric Light Orchestra наравне с битлами считают одними из пионеров рок-н-ролла. Их творчество вдохновило многих звезд на создание своих нетленок. «Мумий Тролль» — не исключение. И уж очень прямолинейное не исключение. Вот пример. Еще одним донором творчества для Ильи стал хриплоголосый блюзман Крис Ри. Песня «Стекла» практически калька с трека «Looking for the Summer». Три, два, разбитое стекла. Прочих примеров плагиата со стороны «Мумий Тролля» в моих архивах еще предостаточно. Но, полагаю, на сегодня хватит. Давайте слушать оригинал. В нашем эфире Крис Ри. «Looking for the Summer». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова